Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы разберем лечение баланопастита с помощью такого препарата как хлоркисидин или его более дорогой аналог как мирамистин. В общем-то это препараты, которые оказывают исключительно дезинфицирующее действие, так называемые местные антисептики, которые доказаны со своего изобретения и внедрения в практику с 1980 года были внедрены для лечения изначально таких инфекций как сифилис, гонорея, трихомониаз и широко опробованы на Олимпиаде в Москве в 1980 году. К сожалению, они не действуют на многие инфекции, которые написаны даже на упаковке, поэтому в общем-то и целом они не могут применяться часто для лечения баланопаститов. Кроме того, непосредственно баланопаститы, которые наиболее значимую нишу занимают, а именно аллергические баланопаститы, они, как правило, на мирамистин и хлорокисидин реагируют нехорошо. То есть и так кожа раздражена, кожа головки и крайней плоти, а здесь еще и хлорку подливают туда. Конечно, для лечения таких баланопаститов мирамистин и хлорокисидин не подходят. Когда возможно применение мирамистин и хлорокисидином? Во-первых, при таких баланопаститах, как баланопаститы, сопровождающие сифилис, баланопаститы, сопровождающие гонорею, трихомониаз, то есть, когда идет выделение из полового члена, то обрабатывать его мирамистином, допустим, раз в 2-3 дня или, в крайнем случае, раз в день, в принципе, возможно. Опять же, при частых обработках это может вызвать химический ожог. Поэтому я не рекомендую частое применение мирамистин и хлорокисидина. При каких-то именно гнойных процессах, когда мы подозреваем стафилококк, стриптококк, кишечную палочку, когда гной локализуется непосредственно на самой головке полового члена, тогда применять его в виде ванночек или примочек тоже возможно. Этим, наверное, и ограничивается применение мирамистина. Применение его в форме примочек частых применений, в частности, оно не очень показано именно из-за аллергизации мирамистином кожи полового члена, именно из-за его химической структуры и того, что он может вызвать ожоги в слизистой оболочке уретры кожи головки полового члена при частном применении в предыдущих экспозициях на кожу полового члена. Поэтому применяю ли я мирамистин при лечении балонопаститов? Да, применяю, но применение его четко ограничено либо половыми инфекциями, когда это именно гонорея трихомонада, либо поражение сифилитическое, гондринозное, шанкер и так далее на головке полового члена, либо когда это острый гнойный балонопастит, когда необходимо непосредственно убить бактерию местным антисептиком, и это ограничивается несколькими применениями вообще, а не частым применением, тогда применение мирамистин и флуористин при балонопастите возможно. Во всех остальных случаях есть более проверенные препараты из местных антисептиков, тем же, тот же самый фуруцелин, та же самая марганцовка, они гораздо больше подходят для лечения балонопаститов, для наружного лечения, в частности, нежели чем мирамистин. Поэтому если совсем коротко ответить, рекомендую ли я лечение балонопаститом и мирамистином, ответ в большинстве случаев нет, не рекомендуй, и применять этот препарат нельзя при большинстве, примерно 80-90% обычных балонопаститов. При необходимости диагностики и лечения балонопаститов, обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД в Москве, необходимо помнить, что после попытки применения мирамистина при балонопастите нужно до визита к врачу сделать перерыв минимум 2-3 дня, лучше больше, для того, чтобы накопилась та самая флора, которую мы подозреваем в балонопастите. Поэтому если вы применяете мирамистин, и он не помогает, что наиболее часто и бывает, то все-таки перед визитом к врачу сделайте перерыв для того, чтобы флора накопилась, патологические бактерии накопились, на которые будут браться анализы, и для того, чтобы вы параллельно не мыли головку хотя бы сутки, чтобы все это еще больше накопилось, и чтобы врач крамотно взял анализы. Подписывайтесь на наш канал в инстаграм и наш канал на ютубе. Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.